Что касается к нейдеологии, если здоровому человеку, чтобы стало еще лучше, есть смысл? Или только тем, кто уже как-то с проблемами? Ну, приходят, конечно, те, кто уже сталкивался. Ну, люди же разные степени в действительности у нас. У кого-то там где-то что-то засвербело, а в носу он уже бежит, в караул, помогите, да? А большая часть, вот наши люди, которые прям не сдаются с той килограммами и солдатиками, они уже идут, когда я уже перекосила все, что можно. Ну, на самом деле, если говорить о здоровье, да, о подходе к здоровью, что физическому, что психологическому. Мне, конечно, и всей кинезиологии, и мне лично, как кинезиологу, ближе к подходу к кинезиологу, который практикует традиционная китайская жизнь. Ну, потому что и кинезиология, она одной ногой тоже растет, и с традиционной китайской медициной, да, и с каких-то техник адаптированных. То есть, китайцы говорят чего? Они говорят так, копать колодец, когда тебе хочется пить. Вот что это такое, лечиться, когда ты уже заболел. То есть, видна медицина, наша медицина, она не профилактическая, ни разу, абсолютно. И если приходишь к врачу и говоришь, что у нас есть 40 лет, он говорит, что ты едешь, да, ты же не умираешь. Не умираешь. Что, поправился на 5 кило, дожрать начинал? У тебя все в порядке, все анализы в порядке. Ну, анализы в порядке, точнее, это не показатель вообще ни с этого бокова. То есть, есть дисбаланс такого уровня, который уже есть. Но анализы-то его еще не покажут, да, и УЗИ его еще не покажут. Мышечный тест покажет. То есть, если, допустим, просто дискомфорт какой-то, да, плохое самочувствие, может, даже еще не боль. Или это та босс, в которую ты к врачам приходишь, и не знаешь, что ты, дорогой, а иди-ка ты к чехолам. Потому как по моей части, здесь нащебление. А вот если мы этого человека потестируем, там наверняка будет куча уже мышечного дисбаланса. А мышечный дисбаланс демонстрирует нам дисбаланс какой-то. В органе, в системе, да. Либо психологический дисбаланс. Ну, в стиле же все так взаимосвязано. На семинаре просто иногда чудеса показывают, да. Ну, я сама сталкиваюсь, я иногда же сама не замечаю, как вот эти чудеса происходят, да. Где-то болит, потерли в диаметрально противоположном месте какую-то точку, да, там нейро-минфатическую. Все, болит перестанет. То есть, это вот так совершенно волшебное дело. Выглядит вообще как магия, как шуманство. Ну, на самом деле, никакой магии там нет. Точнее, как, шаманство нет. Магия есть. Я думаю. Магия, конечно, не должна быть. Если исходить из того, вот я больше всего люблю определение магии. Что станет? Спасибо. Спасибо, как сказать. Магия есть способ восприятия мира. Такой вопрос традиционный для тех, кто слышит слова в первый раз. А если я в это не верю, оно мне поможет? Ну, мир существует независимо от того, верим ли мы в его существование или нет, да. И есть закономерности, по которым работает наше тело, наша психика, по которым как бы живет и функционирует и дышит этот мир. И они существуют независимо от нашей страны. Поэтому. И потом, что значит, не веря? Ну, приду попробовать, да? Да, да. Значит, каким-то боком заинтересован. А я за эту заинтересованность, естественно, не зацепился и помою человеку. Да, просто многие говорят о том, что вот этот эффект плацебо, а плацебо мне не надо, это ничего не стоит. Простите. Ну, что на счету какая разница, какой эффект? Главное, чтобы человек выздоровел. Хорошо. Или почувствовал себя хорошо. А как называть этот эффект? Ну, не знаю. Ну, не знаю. Ну, не знаю.